Глава четвертая Книги Неемея Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха и притом пожженные? Атовия, аммонитянин, бывший подлини его, сказал, «Пусть их строят, пойдет лисица и разрушит их каменную стену». Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их голову, и придай их презрению в земле пленения. И не покрой беззаконий их, и грех их да не изгладится пред лицом Твоим, потому что они огорчили строящих. Мы, однако же, строили стену, и сложно была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердие работать. Когда услышался на Валлаты, Товия, и аравитяне, и аммонитяне, и азотяне, что стены иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его. И мы молились Богу нашему, и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них. Но иудеи сказали, ослабела сила у насильщиков, а мусору много. Мы не в состоянии строить стену. А неприятели наши говорят, не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в средину их и перебьем их, и остановим дело. Когда приходили иудеи, жившие подли них, и говорили нам раз десять со всех мест, что они нападут на нас, тогда в низменных местах у города за стеною, на местах сухих, поставил я народ поплеменно, с мечами их, с копьями их и луками их. И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу, не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, и за дочерей своих, за жен своих и за дома свои. Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. С того дня половина молодых людей у меня занималась работой, а другая половина их держала копья, щиты и луки и латы, и начальствующие находились позади всего дома Иудина. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукой производили работу, а другой держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили. Возле меня находился трубач. И сказал я знатнейшим и начальствующим, и прочему народу, работа велика и обширна, и мы рассеяны по стене и отделены друг от друга. Поэтому откуда услышите вы звук трубы, в то место собирайтесь к нам, Бог наш будет сражаться за нас. Так производили мы работу, и половина держала копья от восхода зари до появления звезд. Сверх всего, в то же время я сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими, и будут они у нас ночью на страже, а днем на работе. И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего, у каждого были под рукою меч и вода. Продолжение следует...